В эфире новости день за днём. В студии Олег Соловьёв. Здравствуйте! Смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. В настоящий момент происходит работа по уборке автомобильных дорог. Весенний экологический месячник набирает обороты. Вы имеете право не принимать наши решения. Это ваше право как гражданина. Очередное заседание административной комиссии. Скорей за дело. Ремонт дороги Десногорские. Самой главной задачей у нас является приобщение к народной культуре России. Круглые пятна, зигзаги и ромбы. Дымковская роспись руками малышей. Переходим к темам выпуска. Вопрос реализации национальных проектов был на повестке дня на совещании, которое провёл вице-премьер Антон Силуанов. На встрече в Калужской области присутствовали главы субъектов страны, в том числе и губернатор Смоленского региона Алексей Островский. Обсуждалась разработка системы мер, которые способствуют развитию экспортно-ориентированных производств. Смоленская область в этом направлении работает уже последние два года. В регионе создан центр поддержки экспорта. По международным контрактам область вошла в десятку лучших в общем рейдинге региональных центров. Так, общий объём нестырьевого экспорта за 2018 год вырос на 12%. Это позволяет считать результаты выхода на внешние рынки успешными и эталонными для других областей. В рамках всероссийской акции «Зелёная весна» в Десногорске проходят работы по уборке территории. Процесс уборки находится на особом контроле у главы города. Подробности в сюжете. Как и положено по графику, с 1 апреля в Десногорске стартовал месячник по уборке города. Коммунальные службы, Смоленская АЭС-сервис, подрядные организации, работники атомной станции и все желающие приводят в порядок улицы Десногорска и дворы жилых домов. Также очищают дороги и тротуары от грязи и песка. Санитарная очистка идёт полным ходом. Очищаем тротуарное покрытие от песка, от скопившегося мусора. Очищаем газоны. В дальнейшем будем красить деревья, красить малые формы. Особое внимание уделяется городским дорогам. Ведь чистые и ровные дороги – это в первую очередь безопасность десногорцев и гостей города. В настоящий момент происходят работы по уборке автомобильных дорог. Это Н4, Н5, Н7, Н9 и Н8. В течение двух недель службы благоустройства вот эти объёмы будут выполнены. Глава города Андрей Шубин лично инспектирует все участки, на которых проходит уборка. По его словам, это отличная традиция муниципалитета, объединяющая поколения и пропагандирующая общечеловеческие ценности. Ведь лишь благодаря совместным усилиям власти и жителей города, Десногорск всегда будет оставаться жемчужиной Смоленской области. Уважаемые жители города, просим вас обратить внимание, что мы произвели уборку территорий и просим поддерживать её в чистоте. Традиционным финальным аккордом месячника станет общегородской сводник, который запланирован на 30 апреля. Велита Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Весна только началась, а по всей области то и дело возникают очаги возгорания сухой травы. Неосмотрительность или злой умысел смолян приводят к тому, что пожарным службам приходится выезжать на место пожара до 70 раз в день. Взять ситуацию под контроль решено в Смоленске. Указом мэра города Андрея Борисова там введён противопожарный режим. В парках и жилых дворах категорически запрещено разжигать костры или сжигать мусор. Кроме этого будет организована очистка городских территорий от горючих отходов. А также проверена готовность пожарных гидрантов и сопутствующие техники. 9 апреля состоялось очередное заседание административной комиссии Десногорска. Были рассмотрены дела о правонарушениях как граждан, так и предприятий города. Подробности далее. Соблюдение закона и предписанных мер – это обязанность не только граждан, но и предприятий города. За этим следят как добропорядочные граждане, так и административная комиссия Десногорска. 9 апреля на очередном заседании комиссии в администрации города было рассмотрено 8 протоколов об административных правонарушениях. Уже традиционное нарушение тишины было дополнено нарушением правил парковки автомобиля во дворе жилого дома. Эти случаи были представлены четырьмя протоколами. Это как рецидивные нарушения, так и случайно несмотрительность жителей. Тем не менее, понесли ответственность все. От предупреждения до штрафа размером до 4000 рублей. Административная комиссия выносит вам штраф 4000 рублей. Исходя из того, что вы не оплатили первый штраф, и вот надеюсь рассматривали, и решением другого не смогли понять. Дисциплина торговых предприятий – важная составляющая порядка и безопасности в городе. Это касается и уборки прилегающих территорий в зимнее время года. Налить и снег на территории магазинов не только портят вид города, но и могут привести к травмам прохожих и покупателей. Это теперь знают и четыре магазина-нарушителя. Торговые предприятия Десногорска были штрафованы на суммы от 300 тысяч до 400 тысяч рублей. Я думаю, что мы непредвзято относимся ни к юридическому лицу, ни к фамилии, ни к имени и так далее. Мы смотрим по факту, есть нарушение или нет нарушения. Наказание рублем – крайняя и вынужденная мера. Члены административной комиссии ставят свои задачи соблюдения закона, а не назначения штрафов. Но, к сожалению, иногда только таким способом можно навести порядок в городе. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ Несмотря на положительную тенденцию по борьбе с наркопреступностью в Смоленской области, этой проблеме уделяется повышенное внимание. На прошедшей в МВД России по Смоленской области пресс-конференции обсуждались вопросы противодействия наркопреступлениям. В регионе реализуются несколько мероприятий, направленных на предупреждение о торговле запрещенными препаратами. Так, в марте за время проведения акции «Сообщи, где торгуюсь смертью» поступило 42 сообщения от граждан о незаконном обороте наркотиков. Ликвидировано три наркопритона. Сотрудники полиции отметили активную позицию у Смолян и поблагодарили жителей за неравнодушие. Особое внимание уделяется бесконтактному способу сбыта наркотиков через так называемые закладки. При этом в большинстве случаев закладчики – это школьники-студенты, которые в попытке быстро заработать соглашаются на противозаконные занятия. В силу объективных причин полицейские не могут донести информацию об опасности наркотиков до каждого подростка. Поэтому в этом вопросе также отмечают важность роли родителей в воспитании своих детей. Хотелось, чтобы родители обращались на следующие моменты. Это непосредственно проверяли все возможные доступы к интернету. Это у нас планшеты, телефоны детей. На наличие посещения сайтов. Это первоначально. Также наличие фотографий. То есть фотографии, я объясню почему. Что у нас все закладки следующим способом проводятся. Это перечисление денежных средств. Потом по сетям вам приходят фотографии, где непосредственно находятся наркотические средства. И вы уже идете и их забираете. Ну и основное, конечно, это появление денежных средств. В 2019 году Десногорск первым на Смоленщине приступил к ремонту уличной дорожной сети. Как это удалось и когда ждать окончания работ? Смотрите в сюжете. В 2019 году Десногорск первым на Смоленщине приступит к ремонту уличной дорожной сети. Пока в других муниципальных образованиях проходят аукционы, наш город уже начинает работы. Участки, нуждающиеся в первоочередном ремонте, определены. Муниципальный контракт с подрядчиком, выигравшим конкурс, заключен. Поддержка губернатора Алексея Островского, выделившего из резервного фонда региона более 12 миллионов рублей, позволила заранее пройти документационный этап. На разных этапах к решению проблемы подключались генеральный директор концерна «Росэнергатом» Андрей Петров, депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко, глава Десногорска Андрей Шубин. Работы планируется завершить к июлю этого года. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Розганова, Десна ТВ. Любителям быстрой езды в скором времени придется изрядно раскошелиться. ГИБДД предложило поднять штраф за превышение скорости в 6 раз. Мера будет действовать при превышении максимально допустимой скорости на 20-40 км в час. Таким образом, вместо нынешних 500 рублей, штраф за такое нарушение составит 3000. С таким предложением на общественные слушания в Государственной думе выступил заместитель начальника ГАИ МВД России Олег Панарьин. По его мнению, высокие штрафы должны значительно уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий. Для воспитанников детского сада «Ивушка» провели необычный урок. Ребята осваивали искусство дымковской росписи народной игрушки. Посмотрела одесское творчество и наша съемочная группа. Приобщить к народной культуре России подрастающее поколение решили в детском саду «Ивушка». Занятия для малышей провели в рамках кружка духовно-нравственного воспитания «Истоки». Ребятам рассказали, как изготавливается глиняная игрушка и какой путь проходит перед тем, как попасть в руки художника. Малыши узнали, какие цвета используются для дымковской росписи и какие узоры предпочтительней. «Посмотри, и грудка, и бока, и ножки. С какими узорами? Дымковские круги большие». Узнав обо всех нюансах и тонкостях дымковской росписи, ребята с большим энтузиазмом приступили к созданию своих неповторимых шедевров. Женские фигурки они расписывали старательно и не спеша. И вот у барынь уже появились яркие кокошники и пестрые юбки. Рисовали малыши согласно полученным на уроке знаниям и соблюдением народных традиций. Урок получился насыщенным и творческим. Результат порадовал и юных художников, и педагога. «Самой главной задачей у нас является приобщение к народной культуре России. Такие занятия нам просто необходимы». Дымковскую роспись покажут родителям, которые наверняка по достоинству оценят художественный промысел ребят. Сезон гриппа и простуды позади, но забот у врачей Смоленска не убавилось. Сезонная аллергия – реальная проблема, недооценивать которую не стоит. За время зимнего периода под снегом накапливается большое количество плесневелых грибков. С первыми лучами солнца эти пары поднимаются в воздух вместе с традиционной для весны пылью. Подобный коктейль не лучшим образом сказывается на самочувствии. Могут появиться насморк, заложенность носа, кашель и чихание. Отличие от ОРВИ одно – при аллергии температура тела находится в норме. Чтобы обезопасить себя от этого недуга, врачи советуют принимать больше витаминов и чаще бывать на солнце. И о погоде. 12 апреля в Десногорске пасмурно возможен дождь. Днем плюс 5, ночью плюс 2 градуса. На сегодня это все. Смотрите наш телеканал, а также не забывайте про наш сайт – desnadofestv.ru С вами был Олег Соловьев. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok